Сегодня утром на перекрёстке улиц Гагарина и Ярослава Гашика Тойота сбила человека. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. От помощи медиков отказалась, объяснив это тем, что никаких травм не получила, а всего лишь испугалась. Она даже не осталась дожидаться сотрудников полиции, так как торопилась на работу. Никаких претензий к водителю, управлявшей автомобилем, пешеход не имела. Я оттуда ехала, вот оттуда машина не тормозила. Я боялась, что я с ней столкнусь. У меня всё внимание на ту машину было. Я знаю, что у меня главная дорога, но всяко бывает. Я пока на неё смотрела и уже прям вот вижу краем глаза. Тут что случилось? Резко тормознуло, вышло. Она, конечно, упала, потому что я же тормознула, нога же зацепленная. Испугались, подняли её. Она тоже сначала в шоке была. Потом в себя пришла, говорит, да нет, всё нормально у меня, претензий нет, я к нему на работу пойду. Я говорю, давайте в трампунку увезу. Она не надо, мне ничего не болит. Мне ничего не надо. Беременная женщина обвиняется в убийстве сожителя. Судебный процесс состоялся в Нижнекамске. По версии следствия, преступление произошло 13 октября в одном из домов на улице Шинникова. По словам подсудимой, она схватилась за нож в целях самозащиты. Вину по статье 105-й части 1-й вы признаёте? Вину признаю. Вину признаёте полностью? Вину признаёт полностью. Убивать не хотелось. То есть частично признаёт? Частично. Слёзы на глазах отца Дейнова. Свою вину подсудимая признаёт частично. Говорит, убить отца будущего ребёнка не хотела, а просто защищалась. По версии следствия, в день убийства она с сожителем находились на кухне. Как рассказала обвиняемая, гражданский муж часто её избивал. И в тот раз между ними вновь возникла ссора. Женщина схватила нож и несколько раз ударила им сожителя. Был два ножевых ранения, полуторезанные раны в левой половине грудной клетки. Вот. Пульс не определялся, давление не определялось. Вот. Дыхание было гональное. То есть он был крайне тяжёл, как я вам говорю, состояние. То есть клиническая смерть, которая уже определялась. Сейчас 27-летняя женщина находится под домашним арестом. У неё есть 8-летний сын, а через 3 месяца появится ещё один ребёнок. С убитым она была знакома несколько лет, но сошлись совсем недавно. Систематически, когда пьёт, постоянно избивал. По рукам, по лицу, по разным частям телом всегда. Ногами, руками бивал. И в тот день тоже так же получается. Избил по разным частям телом. У убитого остались двое детей. Максимальное наказание, которое грозит подсудимый, 15 лет лишения свободы. Полицейские выяснили, кто и зачем сообщил о заложенной бомбе в торговом центре на Спартаковской. Тревожный звонок в правоохранительные органы поступил накануне днём. На место выехали сотрудники полиции, кинологи и сапёры. По предварительным данным, из гипермаркета эвакуировали около 600 человек. Подозреваемую в телефонном терроризме задержали вечером того же дня. Им оказался 27-летний мужчина. Он объяснил, что таким образом хотел отомстить нерадивым работникам автосервиса, который находится на первом этаже здания. Мастера, по словам задержанного, слишком долго ремонтировали его машину. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине может грозить штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет. На перекрёстке улиц Декабристов и Сибгата Хакима произошло ДТП. Кроме автоинспекторов, на место столкновения выехала и бригада скорой помощи. Но выяснилось, что водитель просто сильно переволновалась. Она даже не помнила, на какой сигнал светофора выехала на перекрёсток. Я выходила на скорую. А что случилось? Просто головой ударилась, голова болит. Ничего страшного не произошло. А, для вас вызывали? Да, да. Автолядя за рулём малолетаршки двигалась по улице Декабристов в направлении Кремлёвской дамбы. Несмотря на серьёзность ошвождения, девушка выехала на перекрёсток, не обратив внимания на сигнал светофора. Не знаю я, я не знаю. Ну вы на какой сигнал светофора ехали? Я думала зелёный, но на меня орали, я не поняла, я не поняла, я не знаю честно. Водитель отечественной машины поворачивал с улицы Себгата Хакимова налево. На зелёный сигнал о том, что мужчина за рулём лады не нарушал правил, подтвердил и очевидец, который двигался следом за колиной. Она оттуда летела. В смысле летела? Ехала. Ну вы говорите летела, ехала, это разные вещи. То есть кто нарушил по вашему мнению? Она нарушила, она на красный летела. Заканчивала манёвр что ли? Нет, мы ехали. Матис на красный двигался. А вы за Матисом ехали или за этой машиной? Нет, за колиной. За колиной и что? Произошёл удар. Она заканчивала что ли манёвр? Нет, она на красный пролетела. Пролетела на большую скорость что ли? В результате бокового удара молодец Трашку развернула. Отечественной понадобился эвакуатор. Нетрезвого водителя удалось задержать на улице Степана Халтурина. Идомарка выезжала из двора с выключенными фарами. И это и насторожило автоинспекторов. Они остановили машину и решили проверить свежесть дыхания водителя. Тест на наличие алкоголя дал положительные результаты. На нетрезвого водителя составили протокол, а его внедорожник эвакуировали. Спрятал в машине 2 килограмма синтетики. Полицейские задержали молодого человека по подозрению в продаже наркотиков. Как удалось выяснить, 26-летний приезжий из Оренбурга в Татарстане хотел заниматься распространением запрещенных веществ. В результате обыска от обшивки автомобиля практически ничего не осталось. Чтобы добраться до нескольких пакетов с порошком, полицейским пришлось вскрыть водительскую дверь. Все наркотики были аккуратно упакованы и спрятаны в специальный тайник. В Зеленодольском районе Татарстана полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 26-летнего жителя Оренбурга. Экспертиза показала, что изъятое синтетическое наркотическое средство, общий вес которого составил более 2 килограмм. Как выяснилось, во время дачи показаний наркотики оренбуржец хотел распространять в Казани Зеленодольский и Волжский. Всего у молодого человека нашли 8 мешков с сильнодействующими запрещенными веществами. Возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится дальнейшее оперативное мероприятие, направленное на установление остальных участников преступной деятельности.